Цена в 1 цент за просмотр и в 10 центов за подписчика абсолютно реально, не верите? Меня зовут Алена Полихович и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как при помощи официальных и легальных способов раскрутить свой YouTube-канал всего лишь при помощи одной Google-рекламы. В этом видео не будет никаких способов накрутки подписчиков, накрутки комментариев, накрутки лайков, накрутки просмотров. Я постараюсь рассказать в этом ролике, как бустануть свои ролики при помощи настройки обычной контекстной рекламы. И мы рассмотрим с вами два метода. Как при помощи поисковых запросов поднять ваши видео в топ или же как при помощи наиболее дешевой цены увеличить свою аудиторию подписчиков. Сразу говорю, что при помощи этого метода можно поднять в топ только те ролики, которые уже изначально заточены под ключевые слова, то есть под поисковые запросы. Вы сами не раз пользовались данным методом и с помощью поисковых запросов искали себе какой-то видеоклип, какую-то музыку, какой-то стрим или какие-то видосики про мемчики. Например, мой ролик по продвижению Facebook хоть и не ранжируется по высоким топовым запросам в YouTube, он дает неплохой органический трафик именно из Google. То есть мы сейчас сможем по запросу рекламы Facebook как настроить, мы видим, что вот в поле видео как раз-таки мой ролик выбивается именно вторым. Как же можно это увидеть? Мы для этого, конечно, переходим в нашу YouTube студию и сортируем по просмотрам и смотрим, какой же трафик получает данное видео. И мы видим, что мой ролик по рекламе Facebook находится на четвертой позиции, а это значит, что этот ролик занимает четвертое место по популярности на нашем YouTube канале. Но как же так, если мой ролик не ранжируется по высоким топовым ключам в самом YouTube? Если мы с вами перейдем на аналитику конкретно этого видео, то мы увидим, что он стабильно давал как просмотры, так и подписчиков. Секрет популярности данного ролика кроется как раз-таки в этом графике, кроется, если мы возьмем длительный период времени, а именно с момента загрузки данного видео. Если вы обратите внимание на вот этот вот фиолетовый график, то мы увидим, что время просмотра заняло достаточно короткий период. Этот период составил ровно месяц. И ровно за этот месяц мы поняли, как работает эта стратегия, и я готова открыть все секреты вам именно в этом видео прямо сейчас. Стратегия заключается в следующем. Для YouTube очень важно, чтобы ваш ролик просмотрели в течение 28 дней. Этот период очень важен для закрепления вашего ролика в ранжировании, а в частности в поисковых системах. Если же вы сочиняете ролики не из головы просто так, а используете какой-то контент-план, его придерживаетесь, то таким образом у вас возрастают шансы на то, что ваш ролик закрепится в поиске. Для этого ролик должен быть достаточно длинным, то есть не менее 15 минут. Ваш ролик должен быть чуть длиннее, чем у ваших конкурентов. Особое внимание здесь нужно уделить ключевым словам, то есть поисковым запросам, тщательно их проработать. Посмотрите на ключевые слова, которые используют в похожем ролике ваши конкуренты. Ну и, конечно же, заголовок, теги, описание. Все это должно быть оптимизировано. По этой методике у вас не получится продвинуть ролик-клип или же ролик-какой-то прикол. Тип рекламы, который мы использовали для раскрутки нашего ролика, назывался инстрим. Это та самая реклама, которая прерывает просмотр вашего видео на ютубе и является непропускаемой в течение 5 секунд. Ключевой особенностью настройки такого типа рекламы является выбор правильно целевой аудитории, а также минусация детской аудитории. Ну и, конечно же, вливание достаточных средств. За короткий промежуток времени раскрутки ролика оптимально накрутить где-то 20% от средних просмотров ваших конкурентов за ближайший месяц. Какой же должен быть бюджет, спросите вы? Вы должны рассчитать среднюю стоимость просмотра и умножить ее на количество просмотров. И выделить такой дневной бюджет на все время действия вашей компании этой рекламной, чтобы собрать недостающее количество просмотров. Ну и давайте с вами перейдем к практике и я покажу вам, как создать компанию INS3. Для этого заходим в наш аккаунт, выбираем компанию, нажимаем на плюсик, выбираем создать новая компания. Далее нам нужно выбрать цель для компании. Мы уже говорили о целях более подробно, останавливались в наших предыдущих роликах. Также вы можете вот здесь нажать на значок знака вопроса и почитать более подробно. Итак, нам нужно выбрать интерес к бренду и товарам. Далее выбираем, естественно, видео. Нас интересует повышение заинтересованности. Кстати, про последовательность объявлений у меня есть уже ролик на этом канале, так что я ссылочку оставлю в описании. Если вам интересно, можете посмотреть, зачем это используется и как ее настраивать. Ну а мы с вами продолжаем повышение заинтересованности и нажимаем продолжить. Далее нам нужно ввести название компании, чтобы мы понимали, что это за компания вообще, что мы там выбирали. Допустим, я хочу настраивать рекламу на вот этот ролик тренды интернет рекламы. Я скопирую ее название, мне так будет проще и понятнее. Так, вставляю. Далее мы видим поле стратегии назначения ставок. Выбирать нам здесь ничего не нужно, потому что здесь заступна только максимальная цена за просмотр. И никаких других вариантов мы здесь выбрать не можем. И переходим дальше к следующему полю, которое называется бюджеты и даты. Вы можете указать сумму бюджета как дневную, так и для всей компании. Тут все зависит от ваших целей. Если вы хотите, чтобы более равномерно расходовался ваш бюджет, то, конечно, тогда в таком случае лучше выбирать дневную сумму бюджета на день, сколько вы готовы тратить. Ну, а если же ваш ролик, например, ограничен по времени и ограничен средствами, тогда лучше выбрать, конечно, для всей компании бюджет и задать дату начала и завершения вашей компании. Первое время ваша компания будет, реклама, показываться более агрессивно, ну, а после она уже будет адаптироваться под ваш бюджет и по истощению вашего бюджета показ прекратится. Я, допустим, выбираю 70 гривен. Далее вы выбираете, как я уже сказала, дату начала и завершения. Ну, допустим, вы хотите, чтобы ваш ролик, этот рекламный, крутился всего лишь неделю и больше вам не нужно, нет никакого смысла, да? Тогда мы выбираем дату, вот здесь кликаем и, допустим, я хочу там 31 числа, 31 декабря, чтобы реклама моя остановилась. Следующий блок, к которому мы переходим, это сети. Ну, видео и на YouTube, это все понятно, и то есть наша реклама будет показываться непосредственно в видеороликах YouTube, либо же на страницах канала и на главной самой странице YouTube. И, собственно, это нам нужно, это подходит как для инстрима, так и для Discovery. Результаты поиска на YouTube, этот формат подходит только для Video Discovery, о котором мы сегодня поговорим с вами обязательно, но чуть позже. И партнерские видеоресурсы в КМС, здесь уже ролик будет показываться у нас не в YouTube, а на партнерских сайтах, то есть это сторонние сайты, либо же это могут быть мобильные приложения. Ну, и, соответственно, если вам не нужно охватывать такую большую аудиторию, да, то галочку вы снимаете, если хотите показываться только исключительно на площадке YouTube. Ну, а если хотите охватить больше аудиторию, да, или вы там, например, ваше видео рекламирует какую-то игру, к примеру, да, тогда галочку, конечно, лучше оставить, потому что в тех же мобильных играх, в мобильных приложениях ваше видео тоже будет крутиться. Ну, и следующий блок, это у нас местоположение, автоматически у нас будет стоять та страна, на которую зарегистрирован наш аккаунт, у меня это Украина, у вас это ваша страна, если вам нужно другое местоположение, мы нажимаем на указать другое местоположение, нажимаем на значок поиска и здесь указываем страну, либо же конкретный город, например, там конкретно я ищу Одессу, вот, пожалуйста, нажимаю включить или там, допустим, Россия, включить. И здесь же очень важно, в этом же местоположении мы можем задать исключенные местоположения, то есть, допустим, я не хочу, чтобы моя реклама, мое видео показывалось жителям Беларуси, таким образом я ищу Беларусь и нажимаю исключить. И таким образом мое видео будет показываться жителям Одессы, жителям России, но при этом не будет показываться жителям Беларуси. И следующее поле, это языки. И, естественно, здесь тоже все просто, мы выбираем языки, на которых говорят наши пользователи. Допустим, в моем случае это русский и украинский язык, русский и украинский. Ну и вы выбираете, естественно, нужный вам язык. И дальше мы переходим к полю исключенный контент. Двигаемся с вами дальше, это у нас типы ресурсов. У нас, вы, как видите, доступны расширенные ресурсы, стандартные ресурсы или точные настройки ресурсов. Про каждый из них более подробно можно вот здесь почитать. Но, коротко скажу так, если у вас видео ориентируется на достаточно узкую аудиторию, то есть вы и так изначально понимаете, что ваше видео не для широкой аудитории, да, очень для узкой, специфической аудитории, тогда рекомендую выбирать точные настройки ресурсов. Ну, а если же у вас аудитория достаточно более обширная, у вас разные возрастные сегменты, да, тогда лучше выбирать стандартные ресурсы или же расширенные ресурсы. Так, дальше у нас исключенные идут типы и ярлыки. Если же вы не хотите, чтобы ваша реклама показывалась на прямых видеотрансляциях, а также на сторонних сервисах, да, а не на YouTube, то тогда мы ставим вот здесь галочки. И с правой стороны также выбираем аудиторию, которая нам не подходит и которой мы показывать рекламу не хотим. Например, если наше видео совсем никак не заточено по детей, да, у нас не детский канал, не детское видео, и как бы мы не хотим, чтобы видео дети просматривали просто так, да, и скликивали наши денежки, тогда мы выбираем для аудитория для любой, для подходящей для детей, для детей под присмотром родителей, подростки, если не входят в нашу аудиторию, тоже ее исключаем. Например, контент с неопределенным рейтингом, я советую здесь галочку не ставить. И дальше мы переходим в дополнительные настройки, которые вообще, они вот так вот свернутые находятся, поэтому я рекомендую нажимать на них, разворачивать, и дальше мы смотрим. Устройства, да, либо же мы будем показывать на всех подходящих устройствах, то есть это и планшеты, и компьютеры, и телевизоры, либо же нас интересуют какие-то конкретные определенные устройства, тогда мы ставим галочку сюда, и выбираем, что нас интересует. Компьютеры, телефоны, например, я хочу показываться только там на компьютерах, к примеру, да, оставляю галочку. И здесь можно также выбрать операционную систему, например, там только Windows, да, iPhone, или там iOS, или Android, если я выбираю смартфоны, модели устройств здесь можно выбрать также, да, там, например, только для iOS, ну, например, в ваш ролик там рекламируют что-то, да, что подойдет только пользователям iOS-системы, и, соответственно, для Android нет смысла показывать. Поэтому проставляем здесь галочки и движемся дальше. Ограничение частоты показов, разворачиваем это поле, здесь мы можем указать максимальное число показов нашего рекламного объявления одному и тому же пользователю. То есть, например, я хочу, чтобы один и тот же пользователь в день, или же в неделю, или же в месяц видел определенное число раз в мою рекламу, например, не больше пяти раз в день, да, или же я хочу, чтобы один и тот же пользователь мог просматривать или взаимодействовать с моей рекламой в день там тоже не больше пяти раз, к примеру, да, ну, напоминаю, что можно выбрать в неделю или в месяц и добавлять здесь ограничения, сколько вам нужно. И дальше расписание показа объявлений по умолчанию здесь стоит весь день, вы, естественно, можете выбирать под себя. Допустим, я хочу показывать эту рекламу с понедельника по пятницу, допустим, с девяти утра, скажем, с девяти утра до десяти вечера, выбираю здесь десять вечера, но при этом выходные, например, дни в субботу и воскресенье я хочу показывать ее круглосуточно, да, вот я сохранила себе такие базовые настройки. И переходим с вами к самым интересным, к созданию группы объявлений. Значит, я говорю сразу, что для одной, для одного таргетинга, например, для одной аудитории лучше создавать одну группу. Например, если вы хотите сделать несколько аудиторий, там, не знаю, фрилансеры, активные пользователи соцсетей, там, еще какую-то аудиторию, то у вас должно быть три разных группы объявлений. Если вы помимо аудитории хотите, например, сделать таргетинг еще на ключевые слова, да, там, или на темы, интересы, то это также должны быть разные группы в компании. То есть, например, первая группа объявлений будет у нас аудитория, там, фрилансеры, вторая группа объявлений у нас будет, там, на ключи, третья группа объявлений у нас будет, там, на темы, четвертая на интересы, и пятая, там, ремаркетинг, к примеру. Для начала мы называем группу объявлений, так чтобы мы понимали, что это за группа, в моем случае это будет, например, пусть это будет группа аудитории, аудитория, и пусть это будет аудитория, там, активные пользователи соцсетей, так и называю активные пользователи соцсетей. И после этого мы переходим к полю демография, мы здесь можем выбрать пол, возраст, наличие детей и семейный доход, семейный доход и наличие детей я сразу вам рекомендую не трогать, потому что, во-первых, таргетинг на семейный доход, он доступен не во всех странах, и эти поля, они не очень хорошо выводятся, по ним статистика, поэтому лучше оставить так, как есть, везде проставленные галочки. Ну, а вот с полным возрастом здесь вы уже можете играться, если вы запускаете рекламу первый раз, да, или ваш ютуб канал, он еще недолго живет, да, вы только недавно его создали, и вы еще не знаете, кто чаще смотрит ваши видео, женщины или мужчины, или же они смотрят в равной степени, да, или вы не знаете возраст своей аудитории, тогда, конечно, галочки стоит оставить на всем, потому что, ну, иначе как вы поймете, да, на кого ориентироваться. Но если ваш ютуб уже работал какое-то время, вы можете всегда перейти на аналитику по каналу, выбрать вот здесь подробнее аналитику по возрасту и полу, естественно, выбрать дату, которая вам нужна там, последние 28 дней или все время, и вы увидите, да, что больше, например, смотрели у нас мужчины, да, в возрасте 25-34 года, и на втором месте у нас также мужчины занимают 35-44, да, и, соответственно, из этих знаний я, например, убираю женщин, убираю неизвестно, оставляю одних мужчин возраста 25-34, 35-44 лет, и все, ну, и вы делаете, соответственно, так же. Итак, переходим с вами к самому интересному, к нашим аудиториям, здесь огромное количество вариантов, как можно зачитать аудитории. Ну, допустим, я хочу, как я уже говорила, на активных пользователей социальных сетей, да, и я нахожу именно эту аудиторию, нажимаю галочку, и вот с правой стороны она у меня появляется. Ну, а вообще здесь действительно, ну, огромное количество аудиторий и маркетинг, например, и технофила, вакансии в технопродажах и так далее, просто огромное количество. Это аудитории, подобранные по демографическим данным, да, но мы можем также выбрать здесь и аудитории, там, поинтересно, например, СМИ, политика, развлечения, вот, открываете здесь и просто есть еще в аудиториях под аудиторией, так скажем. Дальше у нас могут быть аудитории заинтересованных покупателей, либо же события, которые связаны как-то, да, как они взаимодействуют с вашей компанией, то есть, если у вас есть свой сайт, например, вы можете настроить на тех пользователей своего видеорекламы, которые посещали, например, ваш сайт, к примеру. И также здесь еще есть комбинированные списки аудиторий, то есть, огромное количество. Ну, и, как я уже говорила ранее, одна аудитория, одна группа объявлений. Ну, и, например, как создать аудитории, которые вот здесь будут тоже в обзоре, например, которые как-то уже взаимодействовали с вашими видео на ютубе, допустим, это подписчики или те люди, которые как-то лайкали ваши видео, да, добавляли в плейлисты, возможно, они отправляли друзьям, делились или же смотрели ваши ролики тоже рекламные. Для этого нам нужно будет зайти в инструменты и настройки, во-первых, конечно же, посмотреть связанные аккаунты. Ваш ютуб-канал должен быть связан с AdWords, это одно из самых важных условий, иначе мы не сможем настроить никакие аудитории. Вот здесь листаем аудитории, подробности, точнее, ютуб, подробности и смотрим, что наши каналы, да, вот они связаны. Вы нажимаете на плюсик, если хотите добавить канал, и сюда нажимаете, вставляете ссылку вашего ютуб-канала, так, я беру мой канал, копирую, вставляю ссылочку, да, и вот он у меня попался, да, у меня он уже, конечно, выбран. Если у вас не будет выбран, вы просто нажимаете на этот канал, и дальше вам предложат, вы являетесь пользователем этого ютуб-канала, да, либо у вас есть просто доступ. Вы выбираете то, что вы являетесь пользователем, точнее, владельцем этого ютуб-канала, и дальше вам предложат просто перейти на ютуб-канал ваш и сделать подтверждение. Как бы на самом деле все очень легко, и просто там никаких сложностей у вас возникнуть не должно. Если вы сделали это действие, вы можете перейти в менеджер аудитории, для того, чтобы создать собственные аудитории, да, по ремаркетингу, например. Вы нажимаете список аудиторий, ремаркетинг, нажимаете на плюсик, выбираете пользователя ютуба, нажимаете, выбираете канал, то есть, да, вы можете же добавить не один канал свой. После этого выбираете условия, допустим, посмотрел какое-либо видео на канале, называете эту аудиторию, просмотрел любое видео, например, на канале SeoQuick. И нажимаете создать. И таким образом у вас уже создалась новая аудитория пользователей и все люди, которые смотрели любое видео на нашем канале SeoQuick, например, я на них могу показывать рекламу, или же наоборот, их исключить из рекламы. И вот после того, как я создам все эти аудитории в менеджере аудитории, да, пользователи, которые просматривали ютуб, подписчики, да, которые там лайкали или добавляли в плейлисты, после этого вот здесь в обзоре аудитории я могу выбрать, как они взаимодействуют с вашей компанией, выбрать пользователей ютуба. И вот у меня здесь подтягиваются все эти аудитории, например, добавил в плейлист любое видео, да, дальше лайкнул, где здесь оно, лайкнул любое наше видео, перешел на страницу канала, да, просмотрел любое рекламное видео или просмотрел любое видео с канала, порекомендовал любое видео, да, и могу их добавить. И подойдет это отлично для аудитории, которую можно назвать ремаркетинг, на пользователей, которые уже знакомы с вашим ютуб каналом, знакомы с вашими видео. И также вы можете создать, допустим, особую аудиторию на пользователей, которые, допустим, просматривают определенные сайты или интересуются определенными товарами, услугами. Для этого мы заходим в список аудиторий и с ремаркетинга мы переходим в собственные аудитории, нажимаем на плюсик, выбираем пользователей с любым из этих интересов или покупательских намерений. Дальше вы можете эти интересы или покупательские намерения перечислить, либо же вы можете расширить аудиторию, включив пользователей, которые, например, просматривают сайты определенных типов и перечисляете сайты, да. Ну, называю эту аудиторию, например, фрилансеры. С правой стороны у вас будет выводиться краткая приблизительная статистика, где вы выбираете страну конкретную, допустим, меня интересует только Россия, да. И дальше русский язык выбираете, либо же другой язык выбираете. Ну, у меня по определению русский, вы можете выбрать, который вам нужен. Дальше вы выбираете компанию видео. И после этого мы вот здесь вот приблизительно с вами увидим статистику, да. Смотрим, что в неделю где-то 1-5 миллиардов показываем, может быть, больше будет аудитория из мужчин, она составит 60%. Возраст приблизительно у нас распределен следующим образом, 26%, 18-24%, 25% в возрасте от 25 до 34 лет, 22% в возрасте 35-44 лет, ну и так далее. Вот здесь можно посмотреть наличие детей, это аудитория 73% составляет без детей. И темы вот здесь можно посмотреть, какие пользователи из этой аудитории посещают сайты, посвященные перечисленным ниже тем. То есть это Украина, списки вакансий, Восточная Европа и трудоустройство. И таким образом вы можете себе вот здесь вот менять, добавлять сайт, удалять сайт и перечислять намерения или пользователей. И с правой стороны смотреть, как меняется потенциальная аудитория. И после этого вы нажимаете Сохранить аудиторию. И вот такая данная аудитория, вы ее тоже можете найти в обзоре. Она называется Ваши особые аудитории. И вот здесь они будут перечислены. Вот наша аудитория фрилансеров, которые мы создали. Ну как я сказала, одна группа, одна аудитория. Поэтому я удаляю здесь все аудитории, кроме активных пользователей соцсетей. Просто показала вам, какие аудитории можно добавлять и как это сделать. И переходим дальше. Следующим пунктом у нас есть, например, ключевые слова. Опять же, одна аудитория, то есть один таргетинг, либо же это аудитория, либо же ключевые слова, одна группа объявлений. Ну дабы сейчас не делать 100-500 копий, покажу вам на примере здесь. Если вы хотите настроить, допустим, следующую группу на ключевые слова, тогда вам нужно это поле. Вы кликаете сюда и вставляете все ключевые слова, которые вы используете, собственно, в видеоролике, которые собираетесь рекламировать. Так, вставляем. И вы можете получить варианты ключевых слов, если, например, вставите сайт или укажете свои товары или же услуги. Темы. Точно так же, если вы хотите выбрать какую-то тему, чтобы показывать рекламу рядом с определенным контентом, то вы создаете группу именно на темы. Допустим, это может быть, ну, к примеру, возьмем первое попавшееся бизнес и промышленность, да, можно открыть эту тему. Здесь у нас уже будут подкатегории тем. Это и автомобильная промышленность, и бизнес-образование, и даже аэрокосмическая оборона, которую мы открыв, вот здесь разверну, увидим здесь авиационную отрасль и так далее. То есть вы просто выбираете то, что подходит больше всего к вам. Но, опять же, я напомню и повторюсь, что одна группа это один таргетинг, будь то аудитория одна, или же ключи, или же темы, или же интересы. После этого мы переходим к полю места размещения. Опять же, если мы хотим показывать рекламу на определенных каналах на YouTube, да, или же на определенных видео на YouTube, или же на определенных веб-сайтах, то все это можно сделать в этом поле. Например, канал YouTube, да, вы здесь можете указать несколько мест размещения, например, вы уже знаете какие-то конкретные каналы, да, или же вы можете ввести поисковый запрос. поиск, там, например, социальные сети. И вот, пожалуйста, оно вам уже сразу просто находит канал YouTube. Все про социальные сети, тут даже видно, сколько тысяч подписчиков, сколько видео и так далее. И вы уже выбираете там конкретные, которые вам нравятся больше всего. Если же у вас есть заготовленные какие-то видео, идентификаторы, видео, так тогда вы нажимаете указать несколько мест размещения и вставляете здесь уже идентификатор непосредственно канала, который вы знаете, и на который вы хотите таргетироваться. Ну и подобное можно сделать не только с каналами YouTube, можно настроить таргетинг на определенные видео YouTube, да, на определенные веб-сайты, или же приложения, или даже категории приложений. Дальше поле ставки, то есть максимальную стоимость, которую вы готовы заплатить за один просмотр вашего ролика. Допустим, ставим 25 копеек. Можно снизить даже до 10 копеек. И после этого нам нужно вставить ссылку на наше видео на YouTube, которое мы собираемся рекламировать. И вот здесь у нас уже как бы есть выбор. Выбираем, либо же это InStream с возможностью пропуска, либо же Discovery. И в чем принципиальное отличие компании InStream и Discovery? В том, что выбираем InStream, опять прописываем ссылку, отображаемая ссылка у нас автоматом подтягивается, и мы можем выбрать призыв к действию, да, там, например, подпишись. Здесь максимальное количество символов у нас 10, так что как бы здесь мы не разгуляемся, да, и называем наше объявление так, чтобы нам было понятно. И больше делать нам, в принципе, здесь ничего не нужно, потому что здесь не нужен никакой текст, никакой заголовок, как это потребуется для рекламы Discovery. Мы просто вот вставляем ссылочку, и все, наша рекламная компания готова, и мы нажимаем создать компанию. После того, как мы создали нашу компанию, мы ее видим с левой стороны, и здесь мы можем посмотреть обзор, как работали наши компании. Здесь выбрать даты за период, который мы хотим посмотреть. Также мы здесь увидим наши видео, здесь можно просмотреть аналитику, ключевые слова, по которым мы рекламируемся и так далее. И вот здесь у нас есть аудитория, например, мы можем, если мы уже заходили, забыли добавить какую-то аудиторию, да, или в процессе хотим добавить новую аудиторию, можно зайти сюда, нажать вот на карандашик, выбрать группу объявлений, и выбрать, выбираем нашу группу объявлений, да, и мы можем выбрать новую аудиторию, либо же удалить аудиторию, то есть, чтобы внести какие-то коррективы. И также в исключение мы можем добавить определенные аудитории, которые мы хотим исключить. Принцип точно такой же, здесь можно поискать по поиску какую-то аудиторию, либо же выбрать обзор и посмотреть, как они взаимодействовали, например, с нашим сайтом или с нашими роликами, и исключить их на типе. Дальше то же самое у нас происходит с возрастом, мы можем выбрать возраст, например, вот мы исключили старше 65 лет, а потом, там, спустя какое-то время мы приняли решение, что как раз-таки нет, старше 65 лет тоже работают, они нам нужны, поэтому мы просто берем и, например, включаем. Или же наоборот, исключаем какую-то аудиторию по возрасту, и точно так же происходит у нас по полу, например, мы исключили женщин, подумали, да нет, почему бы, нужно включить женщин, включаем, или же наоборот, решаем ее исключить и исключаем эту аудиторию. Также у нас здесь можно найти места размещения, посмотреть, где показывалась наша реклама, и задать какие-то настройки, расписание показа объявлений точно так же здесь можно изменить, день, час, день и час, например, и перейти в дополнительном, и сделать корректировки, посмотреть корректировки ставок, например, и тоже ввести какие-то коррективы. То есть на моменте создания вашей компании, если вы что-то забыли включить или исключить, ничего страшного, потом все можно это сделать уже в готовой существующей компании. Вы должны знать, что количество подписчиков, а также время удержания, время просмотра ваших рекламных кампаний инстрим, все это вы не увидите в самом Google AdWords. Эта статистика, она просто недоступна, ее не существует. Но увидеть ее вы можете, естественно, в своей аналитике на YouTube. Для этого вам придется выбирать ваш ролик, который вы пускали в рекламу, и смотреть, какой был процент вовлечения в ваше видео, сколько минут просматривали ваше видео, да, и сколько подписчиков дал ваш этот ролик, например. И только там, только так вы сможете посмотреть. И, конечно, это очень максимально неудобно, что одни данные можно смотреть в AdWords, другие данные можно смотреть только в YouTube аналитике, но что делать. Ну и, конечно, неудобно еще то, что мы не сможем отследить по аудиториям, какая аудитория сработала лучше в плане, там, мы не сможем посмотреть в YouTube аналитике, что эта аудитория дала больше просмотров, эта аудитория дала меньше просмотров, эта аудитория дала больше удержания, а эта меньше удержания. То есть этих данных вы просто там не увидите, не сможете отследить, и поэтому придется делать много различных АБ-тестов. Конечно, придется делать АБ-тест с несколькими роликами, с несколькими компаниями на различные аудитории. Для своих видеороликов мы провели целую серию компаний с разными аудиториями, с разными роликами, и ушло на это не один месяц, но, тем не менее, эта стратегия помогла нам много видео поднять в топ, поэтому мы и дальше планируем ей пользоваться. Вы должны знать, что этот метод, он подходит для свежих роликов, то есть ролик должен быть залит на канал в тот же день, в который вы будете запускать рекламную кампанию, и, конечно же, очень важно, теги, описание, заголовок, все это должно быть уже оптимизировано. Более того, очень важно выбирать для рекламы такие ролики, которые через 5 секунд будут мотивировать пользователя досмотреть до конца, а не просто человек захочет нажать пропустить. Именно такие ролики будут лучше всего ранжироваться в YouTube. С помощью этого метода вы навряд ли получите большую базу подписчиков, однако с помощью этого метода вы сможете поднять свой ролик на невиданные высоты и закрепить его позиции в первые тройки на долгие годы в поиске и в YouTube. Второй вариант, который мы рассмотрим, он подходит для наращивания большего количества подписчиков по минимальной цене, и добиться этого можно при помощи банальной и легкой настройки рекламы под названием Video Discovery. При помощи такой настройки ваше видео будет выглядеть как объявление среди других видео на YouTube. Такая реклама может показываться в разных местах, вы можете увидеть ее на главной странице в YouTube, также вы можете увидеть ее просто как рекомендованное видео среди результатов поиска в том же YouTube. Ну, а пока вы не начали смотреть это видео дальше, напишите мне в комментариях, как вы думаете, дорого или же дешево обходится такой тип рекламы. Например, Стас Быков рекомендует настраивать такую рекламу и получать огромное количество просмотров и подписчиков всего лишь за 60 русских копеек. А у нас, в свою очередь, есть кейс, когда мы смогли настроить эффективную рекламу всего лишь за 11 украинских копеек. Вы удивитесь, насколько это дешево. На самом деле, очень важно выдерживать баланс, золотую середину между бюджетом на вашу видеокомпанию и стоимостью просмотра. Очень многие ошибочно борются и бегут, гонятся за огромным количеством просмотров именно в первые месяцы. И поэтому они ставят очень большую ставку за просмотр и забывают об этой видеорекламной кампании. Однако при этом они ставят очень маленький бюджет на день. И это самая грубая ошибка. Секретом получения дешевых кликов является правильное сужение вокруг нужной целевой аудитории. Потому что влияет на кликабельность вашего объявления именно CTR, как и в любых других случаях. Поэтому, если вы показываете свою видеокомпанию, видеорекламу не той целевой аудитории, которая этим не интересуется, то это все будет приводить к подорожанию стоимости клика. Например, для одного нашего клиента мы настраивали видеорекламу четко на жителей не просто даже одного города, а конкретного квартала города. И это давало нам именно нужную четкую целевую аудиторию, которая интересовалась подобными видео на его YouTube-канале. Для нашего YouTube-канала SEO Quick мы брали более широкую гео-аудиторию. Однако мы именно четко сужали интересы аудитории. И иногда они были просто очень узкие. Из 30 возможных аудиторий, которые нам подходили, мы брали 4 аудитории, которые давали максимальное возможное удержание, количество подписчиков и просмотров. И, кстати, в случае с рекламой Discovery, статистику можно видеть именно в Google AdWords. Здесь у нас уже более широкие возможности. Мы можем увидеть, и сколько в процентном соотношении видео просмотрели пользователи, и сколько подписчиков у нас появилось благодаря одному ролику и так далее. Но, к сожалению, именно в YouTube-каналитике мы уже более таких подробных данных увидеть не можем. В принципе, компания настраивается точно так же, как и инстрим. Все действия, которые я описала выше. Единственное, что когда мы здесь вот выбираем создание видеообъявления, мы выбираем уже не объявление инстрим, а объявление видеодискавери. Обязательно прописываем заголовок, я просто скопирую его из того, как называется мое видео. И, кстати, такой важный нюанс, если вы таргетируетесь на Россию и у вас видео информационного характера, обязательно в плашечке делайте пометку 18+, а также прописывайте это в заголовке и в тексте объявления по возможности. Потому что иначе по закону это требуется, по российскому законодательству, или же иначе ваше видео будет допущено с ограничениями к показу в данной стране. И после этого вы прописываете на 35 символов описание. Допустим, чего ждать от рекламы в 2021. Подпишись, чтобы узнать секреты. И название объявлений. И все, нажимаете создать компанию. Для того, чтобы найти ту самую нужную аудиторию, или же понять, что же лучше работает в вашем случае, ключевые запросы, или же аудитория, или же тема, нужно сделать следующее. Вы берете видео одно, которое лучше всего себя показало, например, и настраиваете несколько компаний. Одна компания, одна аудитория, одна группа. То есть вы берете, например, видео, и берете и настраиваете его, там, не знаю, 5 компаний. Именно разных 5 компаний. В одной компании у вас будет аудитория, там, не знаю, любителей кошечек и собачек. Во второй аудитории у вас там будут, не знаю, владельцы домашних животных. В третьей аудитории у вас там будут, я не знаю, те, кто планирует купить животное и так далее. В четвертой компании вы там настроите ее просто на ключи. И вы крутите какое-то время, промежуток времени эти все компании. И таким образом смотрите, какая же аудитория принесла вам больше всего желаемого результата. Больше подписчиков или же больше просмотров. Ну, а после этого вы уже можете сделать выводы и настроить компанию уже на нужную вам аудиторию. Например, для наших недавних компаний нам удалось собрать 140 подписчиков, потратив всего лишь 85 долларов. А это означает, что цена одного подписчика составила всего лишь 60 центов. Ну, а дорого это или нет, зависит от вашей ниши. Коэффициент конверсии просмотров подписчиков очень сильно зависит от ваших видео. И поэтому таким методом я рекомендую крутить только те ролики, которые дают максимальный просмотр на подписчиков. И что все эти данные вы можете вытащить, конечно же, из вашей YouTube аналитики. Для того, чтобы накрутить подписчиков по более низкой цене, подойдут видео, которые ориентированы на детей, на детскую аудиторию с интересами такими. Вот там как раз можно действительно очень задешево рекламировать свой видеоконтент. Например, мое видео про 15 секретных уловок в Instagram. Кстати, если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Мы потратили всего лишь 10 долларов и получили 106 подписчиков. То есть цена одного подписчика получилась где-то около 10 центов. Поиск таких видео сделает ваш как раз-таки рекламную кампанию достаточно успешной, и вы сможете получить огромное количество подписчиков по самой дешевой и низкой цене. Ну а теперь добавим сюда ложечку дегтя. Вы должны прекрасно отдавать себе отчет, что далеко не все видео будут генерировать подписчиков. Поэтому вам нужно проводить АБ-тестирование именно с несколькими роликами, чтобы понять, какие ролики хорошо генерируют подписчиков, а какие не очень. И помните, что отсутствие результата – это тоже результат. Во-вторых, нужно выбирать именно те ролики, которых уже есть хорошая статистика, у которых есть просмотры, лайки, дизлайки, комментарии и так далее. Этих роликов на вашем канале может быть немного, всего лишь там пару штук от силы. Но именно на эти ролики нужно настраивать рекламу, чтобы она долго и крутилась. Ну и, конечно, в-третьих, ваши ролики, естественно, могут устаревать. Поэтому нужно на эти темы снимать новые ролики и пускать рекламу именно на новые ролики взамен уже устаревшим старым. Ну на этом у меня все. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Я надеюсь, оно смотивирует вас снимать свои собственные ролики и не бояться пускать их в рекламу. И я могу помочь вам с рекламой, помочь с настройкой рекламы. Для этого просто напишите нам на страничке ВКонтакте в специальной форме. Ну и, конечно же, не забывайте лайкать это видео, если оно вам понравилось, оставлять свои комментарии. Если у вас остались какие-то вопросы, вам что-то непонятно, обязательно задавайте и я отвечу на все из них. Также заходите к нам в гости в наш Инстаграм-аккаунт, приходите на наши вебинары каждый четверг, а также вступайте в нашу Телеграм-группу, потому что у нас там постоянное живое общение между участниками. Ну и, конечно, не забывайте прослушивать наши аудиоподкасты по пути на работу. Ну и хороших вам продаж!